Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня будем с вами пересаживать вот такой вот красивый кустик трейлерной фиалочки. Сорта называется СВ Город Тулуза. Это ампельный трейлер, стандарт, вот такая красивая пестролистность у этого трейлера. Цветы полумахровые, розовые и по лепесточкам напыление такое фуксиевое. В общем-то, очень красиво смотрится на фоне вот этой вот пестролистности. Значит, вот этот кустик у меня сформирован из трех розеточек, а вот эта красота у меня растет в одну голову. Растет на фитиле, в чистом торфе. Это вот кто-то у меня спрашивал, выращиваю ли я сейчас фиалки в чистом торфе, да, выращиваю. Вот, растет. И цветет, и прекрасно себя чувствует. Периодически делаю просушку, то есть вода в фитильной емкости заканчивается, и дня два я не доливаю водички, а потом снова заливаю емкость. Вот как раз сегодня помыла емкость и залила свежей водички. И дальше эта вся красота растет и цветет. Значит, для трейлеров, если не хотите выращивать кашпо в несколько голов, то в одну голову хорошо подходят вот такие вот горшочки-креманницы. Они 350 грамм грунта вмещаются сюда, ну, около того. Есть в продаже на Валдеберисе. Стоимость что-то около 400 рублей, 50 штучек. Вот для трейлеров очень неплохо. Такие вот креманницы вместо горшочка. Так, значит, ну, давайте к пересадке вернемся. Значит, кустик сформирован из трех голов, которым уже вот в этом вот кашпо тесно. Начинает вот серединка вот так вот забиваться. Это не от пересвета, не от перекорма, а именно вот от тесноты. Вот это импровизированное кашпо здесь диаметр 14 сантиметров. Так как это трейлер стандарт, то в идеале вот этому кустику уже можно дать 18 сантиметров кашпо. Но у меня 18 сантиметров нет, поэтому я буду пересаживать в 16 сантиметров. Буду сразу ставить на фитиль. Здесь у меня грунт торф и пенопластовые шарики, поэтому перевалку буду тоже делать в такой же состав грунта. Торф плюс пенопластовые шарики. В идеале перед перевалкой нужно, конечно, снять светиля и просушить немножко грунт. Но я посмотрела, значит, здесь у меня солевых отложений нет никаких, поэтому я без предварительной просушки просто достану этот кустик из этого кашпо, тарелочки и, не нарушая корневую систему, перевалю в новый домик. Единственное, что я хочу сделать, это я хочу поудалять ювенильные листики у кустика. Почему я их хочу удалить? Потому что они у меня вот тут вот прям вот, прям вот, там они начнут портиться скоро, они уже начинают портиться. И сейчас куст еще больше подрастет, доступа воздуха будет меньше, потому что листья вот эти все расползутся, эти листики молоденькие, самые первые, они, в общем-то, пропадут. Вот, поэтому я их сразу при перевалке решила удалить. Осторожно, аккуратно. Вот они, их видно, они прям самые тоненькие, такие листочки. Их тут не так много. Так. Удаляю, как всегда, вот такой вот штучкой. Вот один удалила. Вот эти листики можно укоренять. Так, вот он, еще один листик. Они прям просятся, чтобы их удалили. Тем более, эти листья не нужны уже, потому что здесь пасынков под этими листочками нет. Пасынки уже идут, которые будут формировать в дальнейшем кустик выше, в пазухах листочков. Бывает так у трейлеров, что именно пасынки развиваются под ювенильными листьями. Тогда эти ювенильные листья, конечно же, не стоит удалять до тех пор, пока пасынки не подрастут. А вот если нет пасынков, то можно удалить все это сразу. Так. Здесь вот он самый маленький листик. Конечно, не очень удобно уже вот такие вот большие кустики пересаживать, потому что сложно уже подобраться к тем листикам, которые мешают, ну, которые не нужны. Все нужно делать осторожно, чтобы ничего лишнего не сломать. Вот этот вот вообще вот видно, да, что он такой вот мастепосенький. Вот. И кустику посвободнее будет. Так. Тут уже вообще листья по запутались все. Вот он. Вот. А пасынок выше. А вот этот убираем. Так. Здесь. Вот он листик. Вот этот вот уберу. И все. Вроде бы все ненужные листья убрала. Осталось теперь всю эту красоту перевалить. Нить из капроновых колготок. Я ее вот так вот крест на окрест сюда уложила, потому что в широком кашпо бывает такое, что в летнюю жару грунт пересыхает. То есть вот эта ниточка может запросто пересохнуть. Так. На дно примерно вот по вот этой вот ложечке примеряю, сколько мне нужно добавить грунта. Устанавливаем сюда фиалочку. Смотрим, чтобы фиалка была по уровню бортика вот этого. Ниже, ни выше. И досыпаем недостающий грунт. Вот такой вот шикарный кустик у нас с вами получился. Сейчас немножечко сделаем прическу. Расправим листики. Вот. Дальше они уже сами расправятся, потому что здесь уже не так тесно будет кустику. Листики, которые будут расти и наезжать друг на друга, можно удалять. Просто вот листик удалили, а черешочек оставили, потому что там пасынки растут. А потом этот черешок уберется. Я так делала уже не единожды. И как бы все в порядке, все хорошо всегда. Абсолютно все трейлерные сорта, которые я пересаживаю, я сразу же начинаю подкармливать. То есть я не выдерживаю месяц, я сразу их ставлю на удобрение в микродозе. И они прекрасно на это откликаются, растут и активно цветут. Значит, следующее видео будем с вами формировать кустик из трех фиалочек сорта ДС Жасмин. Вот такая вот красота. Есть у меня три кустика. Запишу для вас такое видео. Так, а на этом хочу пожелать вам всем всего хорошего, мира, добра и благополучия.